МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, здравствуйте! Наши беседы о литературе. Известное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Пророк. Духовный жаждую томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанья. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый, и жало мудрое змеи, в уста замершие мои вложил десницую кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вишть, и внемли, Исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Вот такое стихотворение написал Александр Сергеевич Пушкин в 1826 году, после восстания декабристов, которое было в декабре 1825 года. И дата эта знаменательная, потому что в этот день он, вызванный в Москву государем-императором Николаем Первым, встречался с ним в Кремле, беседовал. Они говорили о планах поэта. И государь склонил его к тому, чтобы Пушкин свой талант, свой день посвятил служению стране, народу, созиданию, а не революции, не разрушению, трону. Но тогда в православном сознании трон – это была гарантия постоянства, стабильности, преемства власти, а значит и преемства тех ценностей, которые скрепляли народную жизнь. И Пушкин, по его собственным отзывам, обрел свободу еще и в том, что Николай Первый обещал ему, что он сам будет цензором его сочинений. Благосклонным, мудрым, не сдерживающим полет поэта, а помогающим раскрыться его таланту. И вот, ну наверняка-то не в один день, наверное, создалось это стихотворение, просто записаться могло сразу же, а переживания, мысли, связанные с этими образами, которые содержатся в стихотворении, они, как правило, любого поэта, даже такого гениального, как Пушкин, посещают постепенно, может быть, он томится ими, обдумывает их. Вот для Пушкина началась новая жизнь. И она действительно началась. Мы видим, что некий водораздел 825-й, особенно 826-й год. И может быть, какие-то образы всплыли в памяти, в творческой памяти поэта. А какие прежде всего? И вот содержание этого стихотворения традиционно связывается с 6-й главой книги пророка Исаии. Исследователи творчества Пушкина, толкователи говорят, что да, конечно, вот все, что там описано, оно буквально здесь отражено. Но внимательное чтение позволяет нам сказать, что Пушкин был намного в памяти своей шире, чем конкретное место Библии, священного писания. И, конечно, книга пророка Исаии туда попала, в это стихотворение преломилась, притворилась, преобразовалась в нем, перефразировалась. Но и другие книги других пророков, во-первых, всех трех великих, мы увидим в этом стихотворении отзвуки и пророка Исаии, и пророка Иеремии, и пророка Иезекииля, и даже, это вот, может быть, мое личное наблюдение, но и одного из малых пророков, из тех, кто не так известен, как названные три книги, книга пророка Исаии туда попала. И не только это, но Пушкин при всем своем вольнодумстве юности и молодости, оказывается, об этом свидетельствует само стихотворение вот это, на водоразделе, на переломе его творчества созданное, что он, оказывается, был проникнут и православным богослужением. А православное богослужение, возгласы, которые на нем звучат перед чтением писем апостолов или отрывков из Евангелия, так называемые противные, они взяты из псалмов Давида. Получается, что все сюда, как в горнило, в это стихотворение влилось. И псалмы Давида, «слыши дщи и виждь и преклони ухо твое». Это мы возглашаем на праздниках Пресвятой Богородицы, перед тем, как читаем отрывки из Священного Писания, посвященные ей. А это отрывок из фразы из 44-го псалма царя и пророка Давида из псалтири. Или, например, «во всю землю из иди вещание их, и в конце вселенной глаголы их». А это отрывок из 18-го псалма пророка Давида, тоже возглас, звучащий на литургии. Но само свидетельство Пушкина, которое дошло до нас через воспоминания Александры Осиповны Смирновой Росет, Смирнова она по мужу, а так она отдаленная родственница дюка де Ришелье, француженка из Одессы, учившаяся в Петербурге, ставшая фрейлиной двух императриц и, можно сказать, подруга великих русских поэтов и писателей и Пушкина, и Жуковского, который был в нее влюблен, и Гоголя, и даже юного Лермонтова, который тоже питал к ней страстные чувства в своем отрочестве и в своей юности. Женщина остроумная, необыкновенно образованная. Остроумная, значит, острая на язык, не попадись. Вот, она в своих воспоминаниях пишет, что Пушкин рассказывал ей, что однажды он собрался в Святогорский монастырь из своего Михайловского и уезжая, собрался для того, чтобы заказать панихиду по Петре Великом, по Петре Первому. И уезжая, увидел, ну, наверное, им читаемую, кому же, он в уединении там жил, Библию, раскрытую, так вот просто раскрытую, распахнутую. И какую Библию читал Пушкин? Он никакой другой не мог читать, как только Библию на церковно-славянском языке, потому что на русском появилось только намного позже того времени, аж через 40 лет приблизительно. Вот, на церковно-славянском. Правда, он собирался изучать древнееврейский язык, потому что его, как и многих великих талантливых людей, поразило в самое сердце, изумило своей глубиной, величием и мудростью книга Иова. Он даже собирался древнееврейский изучать, чтобы переводить ее на русский, но дело не продвинулось. И, в общем, он читал, подошел, посмотрел, что там, и увидел строки из книги пророка и языки Иля. И я прочел отрывок, пишет он, который перефразировал в пророке самосвидетельство Пушкина. Он сам свидетельствует о том, что вдохновением, толчком к созданию стихотворения, то, что куда-то в память вошло в глубокую, а потом встреча с императором, именно этот образ возродило. Он прочел отрывок из книги пророка Иезекииля, который перефразировал в пророке. Он, вспоминает Пушкин по свидетельству Смирнова и Росет, меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я встал и написал стихотворение. Вот когда уже все созрело, все переживания. А что это за строки из пророка Иезекииля? А мы сейчас их постараемся найти, эти строчки оттуда. Ну, это прежде всего, и Пушкин это и прочитал, 36 глава. «И было ко мне слово Господне», говорит пророк Иезекииль. И слово это звучало в нем. И он говорил иногда прямой речью. Говорит, иногда так говорит Господь, а иногда даже и не проследишь. А как говорит Господь? И ты чувствуешь, что через эти легкие, через этот артикуляционный аппарат, то есть зубы, неба, альвеолы, небная перегородка, язык, говорит, великая сила, сила Божия, и возьму вас из народов. Через Иезекииля Бог обращается к своему народу израильскому, который должен был по замыслу Божию и был им некоторое время хранителем веры, знания о том, что есть единый Творец у Вселенной. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Они лишили своей земли? Да, они были увезены в плен, в Вавилон, они были изгоями, они были в рассеянии, они были мигрантами, пленниками в стране победивших их вавилонян. «И соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и он мне грудь рассек мечом. сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, то есть живое, отзывчивое, реагирующее чутко на то, что нужно говорить и как нужно относиться к тому, что мы видим и что мы слышим. «И уголь пылающий огнем во грудь отверстие водвинул, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Потому что это будет для вас органично. Потому что вы уже с таким сердцем, пылающим огнем любви, не сможете поступать иначе. Но и пророк Иеремия, который тоже был призван, как и Иезекииль, на свое служение, его память о строках из этой книги тоже вошла в стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, и внимательное чтение обнаруживает это, мы слышим отголоски. «Не бойся их, говорит Господь Иеремии, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих». Очевидно. «И коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот, я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя всей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Наверное, о чем-то подобном шла речь на аудиенции Пушкина у императора Николая Первого. «Давай, служи, созидай, не критикуй, а если критикуешь, то конструктивно. Если обличаешь, то указывай путь, а как же надо жить. Если видишь пороки и болезни, то словом своим лечи, врачуй, созидать и насаждать. А перед этим, конечно, можно искоренить скверну, если ты ее видишь, если ты с любовью относишься к тому, чем страдают. К любовью к людям, к своим современникам. Если ты видишь отчетливо, чем они страдают. Но пророк трепещет, ему страшно. И вот он время от времени сдается, а Господь его каждый раз укрепляет. А пророк жалуется, Иеремия жалуется Господу. Он говорит ему, «Господи, Ты влек меня, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Как тяжела его задача». Как трудно его служение. «Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я». Он исповедуется Богу. Говорит, «Да, мысль у меня может быть грешная, неправильная вошла. Не буду я напоминать о нем. И не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог». Да, это свыше сил. Пророк бы, может, по человеческому рассуждению сказал, «Да нужно мне это все? Вон люди живут. Как говорится, не парятся, не страдают. Ничего их так. Пенсию получают или там зарплату. За хлеб насущные борются. Детей растят. А я? Ну что же это такое? Нет, не мог. Хотел удержать, и не смог. Но традиционно стихотворение Пушкина, пророк, оно связывается с книгой пророка Исаии. Шестая глава, на которую ссылаются все исследователи творчества Пушкина, начинается так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Год не отмечен, а тогда и не было в традиции. Тогда говорили, в год смерти такого-то, в год рождения такого-то, в годы правления такого-то. Ах, вот что было из-за эпохи. Люди в исследовании истории привязывались не к цифре, которая иногда даже ничего не значит и не отзывается в сердце никак, а к эпохе, к ее особой атмосфере. Намного более такая, такое глубокое постижение отношения к истории. А вообще, пророк, его время его служения, пророк Исаия, удивительный, образованный, из царского рода. Книга его наполовину написана, если читать по-древней бристии, стихами. Это ритмизированная, стихоподобная проза. Его служение охватывало от 50 до 70 лет. И каждый раз он говорил по-разному. Поэтому у некоторых людей вызывает мысли. Это, наверное, не один человек писал. Исследователи, протестанты, немцы особенно в этом преуспели, а мы потом, как обезьянки, за ними повторяли. Они нам говорят, вы целуете священное писание, а мы его изучаем. А мы стыдливо говорим, мы тоже изучаем. Да лучше бы нам целовать. Лучше бы нам благоговеть перед ним и трепетать. Потому что любви открывается намного больше, чем анатомированию в морге. Мы видим это живое. Оно перед нами живет. Оно раскрывает свою глубину. Священное писание, Слово Божие, как Слово живого Бога, Бога Духновенное. Оно продолжает с нами беседовать. И в зависимости от нашего состояния, чистоты сердца, отношений к нему, благоговения, трепета, любви, оно нам дарит такие открытия, которые никакие диаграммы, схемы, ими наполнены современные монографии и учебники, которые претендуют на постижение священного писания, и даже теперь уже и наши. Я горячий противник такого подхода к изучению Слова Божия. Они тоже наполнены какими-то такими. Издалека посмотришь на раскрытый учебник, думаешь, это, наверное, химия. А может, физика. А может, механика. Это Слово Божие не может быть. Вот. И служение пророка Исаии, оно простиралось на царствование нескольких царей. Азии, Иоафама, Ахаза, Языкии, а в царствовании последнего Моносии, скрываясь от преследователей, которых он обличал и которые были посланы царем. А царь Моносия был страшный, нечестивый царь, который залил Иерусалим кровью праведников. Он спрятался в дупле дерева, и преследователи получили приказ дерева вместе с пророком перепилить деревянной пилой. Апостол Павел в 11 главе послания к евреям пишет об этом, а некоторые были перепилены. Притрение быша, избиение быша, убийство меча умроша, то есть обезглавлены, забиты камнями, перепилены деревянной пилой. Это была мученическая кончина пророка Исаии, который был призван в год смерти царя Азии, царя Озии. В год смерти царя Озии он был призван к пророческому служению. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края Арисы его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы». Он, конечно, не сущность, не существо, не тайну Божию видел, а некий образ, который Господь представил ему для того, чтобы с ним общаться. То, что он мог вместить, то, что могло бы ему помочь видеть, слышать и разуметь, и не ослепило бы, и не оглушило бы его, и не лишило ума. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг ко другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна слава его, и поколебались вверхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Почему нечистые уста, они, например, не сердце, не душа? Ну, от полноты сердца уста глаголят, и из глубины исходит то, что оскверняет человека, поэтому уста это некий тест, это свидетельство о том, что вся душа, наверное, нечиста, или недостойна, или слаба, или недоумевает и изумляется. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «По вдохновению сказал, по полноте сердца, непроизвольно, не сообразуясь ни с какими земными интересами, расчетами или страхами, вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Святитель Иоанн Златоуст комментируя эту главу пишет, «В год смерти царя Азии видел я Господа». Почему пророк в других случаях означает иногда время жизни у царя, а здесь смертью? Он не сказал «было в одни Азии», а именно смертью. Что имеет он в виду? Этот Азий, опьяненный успехом своих дел и возгордившись благоденствием, он был очень успешный царь, расширил границы царства, действительно все устроил очень грамотно, был блестящим организатором, администратором, стал превозноситься выше своего достоинства. Будучи царем, он подумал, что ему позволительно священно действовать. Вторгся в храм, вошел в освятая святых, и когда священник препятствовал и запрещал ему входить туда, он не остановился, но продолжал безумствовать, пренебрегая словами священника, пишет святитель Иоанн Златоуст. «За такое бесстыдство Бог поразил его проказой на челе. Болезнь нечистая, болезнь, которая была явным знаком божьего отвержения и наказания. Так что он пожила в чести больше надлежащей, потерял и ту, какую имел. Не только не получил священство, но сделавшись нечистым, лишился царства, вынужден был его передать. И со стыда все время проживал тайно в некотором доме. Вместе с ним и весь народ испытал гнев Божий за то, что презирал законы Божьи и не защищал оскорбляемого священства. А в чем он испытал этот гнев? А вот в том, о чем мы уже только что говорили. В том, что сократились пророчества. Разгневанный Бог не давал им ни о чем никакого ответа и никакого совета и невразумления. Впрочем, он сделал это не навсегда, но продолжением жизни царя ограничил и продолжение наказания. Когда этот царь окончил жизнь, тогда и Бог прекратил свой гнев и опять отверз врата пророчества. Указывая на это, пророк напомнил нам о времени смерти царя. Традиционно трактуя истолковывая эти строки священного писания, видят в клещах, которыми взят жертвенника пылающий уголь прообраз Богоматери. И церковь в своих священно-гимнах в богослужениях сообщает нам о том же. Вот строка из канона на утренний праздника Сретения Господня. Сретения Господня это праздник, который мы вспоминаем, как Пресвятая Богородица Дева Мария принесла младенца Иисуса в храм и там ее ожидали по благодати Божией, по внушению свыше. Старец Симеон и пророчица Анна. И в тропаре канона поется очищается Исайя от Серафима уголь прием. Старец вопияше Богоматери, ты якоже клещами руками просвещаешь имя, подавая его же носиши света невечернего и миром владычествующа. Ты образ, символ, ты как клещами просвещаешь меня и вкладываешь в меня, касаешься меня, очищая ту благодать, которая пришла на землю, тот свет и ту чистоту, которая проникла на землю с воплощением Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Священники в алтаре и сейчас, когда причащаются после причастия целуют край чаши, в которой тело и кровь Христовы, и говорят, все прикоснусь устам моим и отымет беззаконие моя и грехи мои очистит. Вот это все оттуда из древности из пророка Исаии. Пророка Исаии называют не только пророком ветхозаветным, но ветхозаветным евангелистом. Святитель Кирилл Александрийский говорит, что он по всему апостол, не только пророк. Вся его книга от начала до конца, от первых обличений, очень грозных, с первой главы пророка Исаии начинается великий пост по ремии, так называемые, то есть отрывки из священного писания ветхого завета, которые читаются великим постом. Страшные сроки. Господь через пророка говорит, так, ну-ка, все вышли вон быстренько из храма, я просто не могу вас видеть, ваших праздников, ваших курений фимиама, кождение ладаном, свечей, ваших постных физиономий, то есть вашего лицемерия, потому что заповедь о почитании меня, Бога, дана вместе с заповедей о том, что нужно любить и милосердовать, нужно сострадать и сожалеть, нужно относиться по-человечески к ближнему, не лицемерить, не строить козни, не отпихивать его от жизненной кормушки, не идти по головам других людей к намеченной тобою цели, будь уступчивым, милосердным, жалостливым, жертвенным, и вот тогда, когда ты таким станешь, когда ты увидишь нуждающегося, когда сердце твое исполнится жалости, вот тогда ты приходи, некоторые люди могут выслушать и сказать вот-вот-вот-вот, и не нужно ходить в церковь, сам Бог против того, чтобы мы почитали праздники. Все важно, одно не стоит без другого, если одно падает, то падает и другое, если мы в сердце безжалостны, то Бог не жалеет нас и говорит, пойдите выразумитесь, вспомните о всем смысле моих заповедей, первая половина о почитании меня, а вторая половина десяти заповедей о правильном отношении к другому человеку. Не убивай, даже словом, не прелюбодействуй, не оскверняй себя и не губи другую душу, не кради, не лги, не лжесвидетельствуй, не завидуй, храни спокойным и мирным, благодарным и радостным сердце. Без второй половины первая не стоит. Если я хожу по воскресеньям в храм Божий, если я благоговейно протираю пыль на иконах, если я действительно устами своими чту Бога, читаю молитвенное правило и все соблюдаю и Священное Писание каждый день по отрывку, но при этом я в совершенной вражде со своими родственниками осуждаю всех людей на свете или только часть их, Бог не принимает моего почитания. Но принимает его с радостью и дает мне силу через мое участие в богослужении, если я стараюсь быть в сердце своем любящим, сочувствующим, сострадательным, жертвенным, отзывчивым существом. Спасибо.